Мы начали закон уважения родителей, уважения раввинов. И на это говорит посух 2. Перед сединой вставай. Уважай лицо старца. Верь и бойся Бога Всевышнего своего. Ибрайта объясняет нам несколько принципов, как человек должен проявить свое уважение к Таламитхахаму. В Таламитхахам написано «Встань и уважь». Когда ты должен встать перед Таламитхахамом, перед своим отцом, когда ты встаешь, это показывает твое уважение. Когда это показывает твое уважение, когда он находится на расстоянии четырех локтей от тебя. Два метра вокруг тебя, он уже пришел к тебе на расстояние два метра или ближе. Ты должен встать в честь его уважения. Говорит Рашиб, потому что отсюда видно, что ты встал ради него. Ты не встал для чего-то другого, а ты встал в честь его уважения. Кому это относится? Это относится к Таламитхахаму к раввину, который не основной учитель этого человека. Но перед своим раввином он должен встать, как только он его увидел. Он должен встать. Гмара говорит, что Абая вставал, когда видел ухо осла Равьосифа, который был его раввином. Как только он видел уже ухо его осла, он вставал в честь уважения своего раввина и стоял, пока он не пройдет к своему месту. Сегодняшний вопрос, который разбирается. Человек едет в автобусе. Зашел пожилой человек или зашел Таламитхахам. Он должен встать перед ним. Но должен ли он ему уступить свое место или нет? Мы дальше посмотрим. Человек должен проявлять это уважение все время, пока он не теряет деньги. Если он теряет деньги, он от этой митцвы освобожден. Когда относится к Таламитхахаму. Если сейчас он даст свое место, может он купил этот билет и надо ему сейчас три часа ехать из этого города в другой город. И это стоит много денег. Как бы там ни было, этот вопрос разбирается. Но все-таки у нас принято, что человек уступает. Дальше говорит Гмара. Что? Когда я должен встать перед Таламитхахамом в том месте, где есть почет и уважение. Например, говорит Гмара. Бета кисе у бета мерхац. Человек, который находится в туалете или в бане, там он не должен встать перед Таламитхахамом, потому что это место, где не оказывают уважение. Она объясняет Гмара, о чем мы говорим, мы говорим в БВТ Гаве. Это имеется в виду внутренняя комната, купальня, бани, где люди обычно ходят раздетыми. Но в БВТ-баре, но там, в наружных комнатах этой бани, где уже люди одеты, он да, должен встать перед Таламитхахамом и оказать ему уважение. Гмара рассказывает про двух мальцов, один пожаловался отцу другого человека, который он говорит, я его научил две пятых Тайлима. Второй говорит, я его научил одну девятую книги Вайкра. Но они передо мной не встали, это было где-то, это было в бане. Но, объясняет Гмара, что скорее всего это было в бане, в наружной комнате, где он да, должен был встать. И объяснили, что скорее он был занят мыслями Атори, поэтому он не встал. Дальше. Как мы сказали, в Торе написано, встань и уважь. Когда ты уважаешь, ты не теряешь времени. Так же, когда ты встаешь, ты вставать должен тогда, когда ты времени не теряешь. И так же, наоборот. Когда ты должен встать перед мудрецом Торы, когда ты времени не теряешь. Но, например, человек, который Гмара приводит пример, работает тем, что он делает дырочки в жемчужинах. И за каждую дырочку он получает одну пруту, одну монету. Сейчас прошел Талмитхахам, он встал перед ним, он пару монет потерял. Обязан перед ним встать или нет, Гмара говорит, не обязан вставать. Когда ты должен уважать, когда ты не теряешь. Все, которые работают, они не должны вставать перед мудрецами, когда они работают. И объясняет Тосефот. Когда человек работает на другого человека, он наемный работник. Сейчас ему платят. Так он не может вставать в то время, когда он работает на кого-то другого. Это будет воровство. Когда пришел Талмитхахам. Даш, говорит Мара. Но в отношении Бикурим. Что это было Бикурим? Бикурим, человек собирал первые плоды и приносил Бетамикдаш. И был целый парад, была целая процессия. Там, говорит Мара, что люди Иерусалима и так обязанные люди были. Все люди, которые были тогда, у них были свои лавки, свои магазины и так далее. Они вставали перед этим парадом, когда приносили эти Бикурим, первые фрукты. Почему? Они говорили им. Люди такого-то места, такого-то поселения, ваш приход к миру или с миром. Почему? Одно объяснение говорит. Потому что эта митва сейчас исполняется. Она приятна, она драгоценна во время ее исполнения. Кроме этого, когда ты их приветствуешь, когда ты их поддерживаешь, что ты сейчас делаешь? Ты их поддерживаешь, чтобы в следующий раз они снова принесли эти Бикурим, снова они сделали эту митву. И на основании этого комметатор Гмара приводит много объяснений, когда нужно вставать. Два. Два. Поэтому Гмара так объясняет комметатор Гмары, что почему мы встаем, когда мы вносим ребенка перед обрезанием? Объясняет комметатор Гмара, что сейчас мы будем исполнять митву обрезание, в честь этой митвы мы встаем. Комяков Каменецкий говорит, когда мы молимся шахарит. Мы говорим о Вайваре Давиде. Правильно, мы встаем во время Вайваре Давиде. Почему мы встаем? Одно из объяснений, потому что когда мы говорим о Вайваре Давиде, мы даем деньги на цедаку. В честь этой митвы хавива драгоценно, митва во время исполнения, поэтому мы встаем. Его спросили вопрос, в шаббат мы деньги не даем? Ему тоже мы деньги не даем. Почему мы встаем? Уже принято вставать в течение недели, так мы встаем также и в шаббат, и в праздники. Меня еще спрашивают, окей, тогда мы сказали, есть ли человек, и мы посмотрим. Дальше говорит Гмара, что почему человек не должен вставать перед Таламитхахамом? Таламитхахам мудрец, который проходит, скорее всего он говорит Деврей Тора, он занят мыслями о Торе. Почему тот, кто работает, не должен перед ним встать? Перед, когда теми, кто приносит бигурим, должны встать? Почему не перед Таламитхахамом? Не должны встать? После Сейфа Торио, почему Ахтопа не встает? Сейчас. Дальше говорит Гмара, мы до этого еще не дошли. Он объясняет, что то, что это митва драгоценного во время исполнения, это относится к митве, которую человек исполняет эту митву или от другой митвы он освобожден. Но человек, который изучает Тору, он от других митвов не освобожден. Но Даби Уда говорит, что это относится к митве, которая есть у него определенное время. Как бы там ни было. Говорит Гмара дальше так. Написано в Торе, что написано, уважай старца, почитай седину и бойся Бога Всевышний. Для чего написано в Торе, бойся Бога? Причем здесь страх перед Богом и уважение к мудрецам Торы и к старикам. Что он делает? Он видит, что идет в Тадмитхахам. Он, когда должен встать, когда он подойдет к нему на расстояние четырех локтей. Перед тем, как он к нему на это расстояние подошел до двух метров, он, когда увидел его на расстоянии пять метров, он закрывает глаза свои, как будто он его не видит. Теперь, когда он подойдет к нему на расстояние двух-четырех локтей, он, да, его не видит. Но что он сейчас делает? Он кого обманывает? Он хочет обмануть. Он закрывает глаза, как будто Тадмитхахама не видит, чтобы перед ним не встать. Говорит Гмара, в Торе написано, встань и бойся Бога. Почему? Что в Торе написано? Бог все знает, что человек думает. Ты хочешь уклониться от этой митцвы и встать перед Тадмитхахамом? Мысли твоего сердца известны Всевышнему. И говорит Робиши Моман Бен-Разар, за кем веерета. Но написано в Торе, старец и бойся. Что это значит, старец и бойся? Говорит он так. Глой Атрия, Тадмитхахам. Старый человек, ты пришел куда-то, ты знаешь, что перед тобой встанут? Не заходи через главный вход. Не утруждай людей, чтобы они встали перед тобой. Войди с другой стороны. И кроме того, говорит имма киев хая. Если ты делаешь так, ты обходишь, не заставляешь людей перед тобой вставать, ты получишь за это длинную жизнь. Несмотря на то, что это обязанность перед общиной встать, перед Тармитхахамом, не утруждай их. И рассказывает, что Рэби Избобов, когда он ехал на отдых, там были молитвы. Он всегда приходил на 15-20 минут раньше, чем начало молитвы. Когда его спросили, почему вы так делаете? Он говорит, потому что если я зайду во время молитвы или прямо перед началом молитвы, все встанут. Там, где он жил, где была его община, он приходил вовремя. Я говорю, почему? Он говорит, потому что я знаю, мои студенты там. Я приду на 20 минут раньше, а они придут на 30 минут раньше, чтобы встать в мое уважение. А там, где vacation, там, где vacation, там были чужие люди. Поэтому он приходил там пораньше, чтобы, как мы сказали, не утруждать людей, вставать спереди. Кроме этого, Гмара говорит, что интересно, что когда приходили или проходили перед мудрецом Тором, у них был какой-то особенный головной убор. Гмара сказали, что один мудрец раздавился на другого человека, который прошел, не оказывая достойного почтения, но сказали, что он живет в месте, где много там людей, поэтому они к нему привыкли. Дальше. Говорит Гмара, что Рабионатан вставал перед старыми Гуим, не евреями. Рава, он не вставал, но оказывал ему уважение. Абайе подавал им руку старцам, чтобы им помочь. Рава посылал своего посланника, чтобы им помочь уважить их. Равнахман послал своих помощников, своих служителей и рассказывал историю, я думаю, много таких историй, что во время Второй мировой войны был еврей, который каждое утро здоровался со своим гоем-соседем. Говорил ему доброе утро. Боб Кирто в конце оказался, что они оказались в концлагере. И этот Гой решал, кто пойдет направо и кто пойдет налево. Кто будет жить, а кого, не дай Бог, убьют. И когда он проходил, он сказал ему доброе утро. Он вспомнил его, он говорит, ты каждое утро меня благословлял, ты пойдешь в ту сторону, где люди остаются живыми, и он остался живым. Дальше говорит Марак. Амараби Айво Амараби Анай. Эн Тальмитхахам вращай ламод мипне рабо эйла шахарит варвит. Человек, он сам Тальмитхахам. Пришел его Равин. Он должен перед ним встать или нет? Он должен перед ним встать. Сколько раз в день? Два раза в день. На шахарит и на аравит. Поэтому говорит Марак, что так же и почтение к Тальмитхахаму. Та спрашивает, но мы молимся уже три раза. Почему не три раза? Три. Потому что, когда мы молимся, мы просим Всевышнего для себя. Ашма Исраэль, мы говорим, что Бог, Он один. Но Тосфуд объясняет, что если человек хочет встать больше, чем два раза, минимум два раза должен встать в день. Если хочет встать в знак уважения своего Равина, имеет право встать даже в больший раз. Как Равин объясняет, что к Тальмитхахам, он принимает не только два раза в день. Дальше вот как Омар Велазар. Он говорит, что не иначе рабааа. И не умирает им встать. Этот ученик, classmate, который не встает перед своим учителем, он называется, не дай Бог, Равин. Кроме этого, он долго не живет, и кроме того, то, что он тур учит, он забывает его. даже нескольких вопросов связаны с этими свой беновый ураба мала модник не обив человек как у нас это сегодня часто мы приехали советского союза там никто ничего не учил мало кто знал тоже последнее поколение 2 теперь папа сыном не так как то написано сын учит папу а сейчас не папа должен учить сына а сейчас когда сын учит своего папу то есть папа ученик а сын раба и должен папа перед своим сыном стать или нет или сын несколько первых вопросов а сын учитель папа ученик папа зашел сын раба и он должен стать перед своим папой или нет что мы видим это из того что рабиуда сказал что шмуэл сказал рабиуда кум миками а буха когда твой папа заходит встань в честь его уважения да ты учитель своего отца но ты должен его честь стать но говорит мара шанира ровьяхески дебальма асимхова может папа рабиуда он отличается от других людей потому что у него было много много добрых дел как говорит мара для филу маршмуэль нами каимиками сам шумуэль учитель и этого мальчика этого сына рабиуда он стал перед и раби ехески поэтому что он ему хотел сказать кум ад миками велотих уж ли кредиты встань вовсе уважение своего отца и не обращай внимание на мое почтение что не говори о как я могу перед своим равеном стать в честь уважения своего отца встань в честь его уважение мара дальше говорит беновы у работа мауче амод а вив мипана как мы сказали человек его сын его ученик папа должен стать когда его сын зашел или нет это его раба и вот этот вопрос не отвечает оставлять его открытым но как они говорят что мы должны когда-то помогая говорят что в обоих случаях мы должны устрожить закон выходит что и папа станет перед сыном своим который его учитель и сын должен стать перед своим отцом несмотря на то что сын является учителем своего отца и было много великих мудрецов которые или в преклонном возрасте или когда были большими мудрецами они уже жили от своих родителей подальше потому что если он был старый и не мог вставать в честь своего отца он жил уже от него подальше чтобы не нарушить этот закон или если отец должен был встать уже перед ним из-за его статуса он жил подальше чтобы папа перед ним не вставал дальше спрашивает мара вопрос раху кеме олег даме олё если он видит своего равен что он едет тогда он ехал на осле сегодня он едет в машине он должен перед ним вставать или нет когда он должен стать перед своим равеном перед армит ха хамом когда тот стоит когда тот ходит когда тот проходит но если он сидит он не должен перед ним вставать тот кто едет он стоящий считается или сидячий говорит мара приводит брат курито там и юши это хата и лан виттогор у меттами если есть дерево под этим деревом сидит человек который прокажён который нечистый к тому и там прошел другой человек или там стоит человек который чистый это человек который был чистый стал нечистым стал таме но если наоборот там и умеет ахата и лан виттогор юшев там чистый человек сидит по дереву а нечистый стоит или проходит тогда тот остается чистым почему следующий эн ме цура метаме тагор а человек который находится с ним под одной крышей когда этот прокаженный сидит почему написано второй поступок вверхе бахут махане мошабо за пределами стана будет его поселение поэтому мара что получается говорим на дашь бэхэн бээвэн хамнугат тот же самый закон относится с камнем который прокажён там раньше не только человек был прокажён у человека могло быть пятно в доме которое коэн проверял и это было пятно проказы поэтому этот камень тоже есть и он стоял и там селита тогда он становится нечистым но если его пронесли все равно что он проходит поэтому когда его проносят он имеет статус проходящего поэтому год мара зато мэрит рухе в кималек даме человек который едет на осле едет в машине все равно что он ходит и поэтому человек да должен встать когда он видит что там проезжает мира или проскакивает мир и мы сказали с машины это вопрос дальше вы думаете сегодня давайте на машине мне хочется должен будет стать да 4 говорит мара хаявла модный вне сэпертора человек должен встать когда несут цифр тору почему когда хомер мип нэ лом дэ я ум дим мип нэ мип нэ ло коль шеке человек встает перед кем должен встать как мы с вами только что просли перед мудрецом тора он должен стать перед самой торы которую они изучают он не должен стать тем более должен стать когда переносит но в другом месте мара говорит рактат макод что там наоборот мы учим что говорят там написано что вавилай они глупцы они встают в честь уважения торы не встают в честь талмит хахама что талмит хахам больше чем тора почему больше чем тора тора рассказала человек который загрешил наказание его малькот сколько раз надо его бить 40 раз тора говорит 40 раз но мудрецы сказали то что написано в торе 40 абым по серых от нас говорят я камчиль нужно один отнять и дать 39 так кто выше тора или талмит хахам талмит хахам выше что талмит хахам объясняет тора сказала 40 а он говорит на один меньше и объяснять почему и на тора сказала 40 раз и дается два объяснения одно объяснение что тору бог дал нам на горе сина и за 40 дней и кроме этого ребенок в утробе матери когда становится у ребенка на сороковой день так нужно формируется а теперь говорит объясняет комитет очень интересно нужно вот эти 40 дней что были полные или нет мара мошер обеду получал тору на горе сина и там было с полных 40 дней или нет там было ровно 40 40 дней почему может а почему сделали золотого сердца потому что кипа 6 мошер до мошер задержался но ребенок на сороковой день не обязательно что было это 40 полных дней там уже на сороковой день уже считается зародчик поэтому здесь мудрецы объяснили что почтение к человеку даже больше поэтому не надо что было сорок макот тридцать день как бы там ни было оттуда как они говорят мы видим что сила там больше чем тура кроме этого бедра то что у нас будет через пару недель акафот когда мы открываем рода кодыш мы все стоим но когда акафот делает ахаме объясняет что очень важно стоять именно во время когда мы ходим почему мы говорим там проходит мы должны перед ним стать цифр тору проносим переносим мы должны в это время стоять как бы там ни было здесь мара говорит как ты встаешь перед тармитхахам также должен встать территория интернет каком расшай ламот мипне раббо беша аша о секбе тора но говорит мара тармитхахам сейчас занимается торой зашел его равен должен перед ним стать или нет не должен тысячах занимаешься торой ты должен вставать ну тора встает перед теми кто ее изучает но ведь мара лет али оба говорит не неправильно ты должен стать как бы там ни было твой равен зашел тармитхахам зашел ты должен перед ним стать запрос который разбирали в одной общине был случай что за время с этой той которая праве но отнес синагогу и вместе с и неос сэфер тору и не дай бог вместе сэфер тора он упал там был вопрос кого нужно поднять первым рапа или сэфер тору даже в мара заканчивается говорит так приводит брайду в отношении как человек должен стать перед своим раме брайда хахаму мэ овер оммэд милфанав арбамот как мы сказали тармитхахам проходит когда ты должен встать когда он приблизился к себе на расстояние четырех локтей двух метров веки иван чавар арбамот прошел от тебя на расстояние дальше чем четыре локтя ты можешь сесть когда проходит глава бедина как только ты его увидел на расстоянии как далеко увидит твой глаз ты должен стать его уважением на си овер когда проходит президент тогда был президент а это был лидер еврейской нашей общины это был глава там нет он был большим там на си овер оммэд милфанав милуэна тоже он стоит перед ним на расстояние как видеть его глаз в еною шеф от чьих чешев бинкому когда он имеет право потом сез когда этот нас и он придет и сядет на свое место в ишиве тогда ты имеешь право сесть как посуд говорит яку мукула ам веби ту ахаре муша от боа оэла когда муша после урока возвращался свой шатер весь народ стоял мы помним после греха золотого тельца он свой шатер вынес за стан еврейского народа и когда он шел из стана еврейского народа свой шатер весь народ стоял до какого времени пока мошену не заходил свой шатер так и говорит из моря как нас и как мужчина когда он прошел когда я имею право сесть когда он сел только потом я имею право сетверо дальше мы продолжим на следующем месте пару подавляем аминь аминь аминь